Они на самом деле связаны и, может быть, даже некоторые вещи станут вам более понятны как раз в контексте, почему РИНС занимается вот этой деятельностью, которой, казалось бы, как просто агрегатор не должен заниматься. На самом деле все очень просто. И открытые рецензии, вот эти все попытки как-то оценивать работу редакции, которые вызывают сейчас у вас такие бурные дискуссии, они на самом деле являются следствием того, что происходит в нашей научной периодике, не только в периодике, а вообще в публикации научных результатов. А здесь происходит катастрофа. И тот объем фейка, который сейчас просто валится от наших ученых, он просто колоссальный. И просто в какой-то момент нам ничего не оставалось делать, кроме того, как начинать заниматься этой проблемой. Дело в том, что да, можно было спокойно продолжать существовать, вот как вот мы, собственно говоря, собирали все и собирали, и складывали ради бога. Наслаждайтесь, что называется. Но мы библиометрическая база данных. Это подразумевает, что мы рассчитываем определенные библиометрические показатели, которые должны иметь какой-то смысл. Если журналы не проводят никакого рецензирования, публикуют все, что угодно, любой бред, любые ссылки, все, что автор ему пришлет, все попадает в журнал, вся библиометрия просто уже не работает. То есть можно просто это перестать читать, потому что это бессмысленно. То есть любой человек за месяц может себе сделать хир хоть сто. Кто ему мешает? Ради бога. Он издает кучу сборников, кучу журналов, напубликует кучу статей, сделает миллион ссылок на все свои статьи. Все. Он герой, он нобелевский лавариат по своим показателям. Что с этим делать? Нам на это просто смотреть, наблюдать, ну, наверное, это невозможно. Именно поэтому пришлось нам, пришлось, я повторюсь еще раз, этим заниматься. Это отнимает массу времени. Это очень сложная работа, потому что отсеять добросовестных издателей от чисто вот такого, скажем так, бизнеса на потребностях ученых очень сложно. Они очень старательно мимикрируют под хорошие журналы. И вот здесь приходится придумывать какие-то вот такие варианты. Естественно, вот как Павел Геннадьевич сказал, основное отличие научного журнала от ненаучного – это наличие резонизирования. Но как его проверить? Естественно, все журналы мусорные в первую очередь скажут, что у них все замечательно. У них рецензии там все двойные, тройные, слепые, не слепые, какие угодно. Все, что хотите, они вам все напишут. Как этому верить? Как это проверить? Именно поэтому вот эта идея, значит, с каким-то хотя бы контролем для мусорных журналов и была введена. Я обращаю внимание, что вот все, что сейчас говорилось о рецензиях, это касается в первую очередь мусорных журналов. Поэтому издателям нормальных журналов, авторитетных, вообще можно пока на эту тему не думать, если вам это не интересно. Решивают о том, чтобы каким-то образом отсекать вот этот вот фейк. Вот это вот мусорные, не знаю, там, хищнические, как угодно их там называйте. Для этого нужны какие-то критерии. И когда у нас появляется, то есть журнал лезет и говорит, я хочу, я там вообще самый замечательный, мы смотрим рецензии, мы понимаем, что это бред полный. Вот у нас есть аргумент для того, чтобы журналу отказать. И в результате, да, действительно, мы структурировали ринз на три уровня. То есть есть теперь e-library, это все, что собирается на платформу. Здесь мы никому не отказываем. Ради бога, публикуйтесь, если вам не стыдно это вот размещать. Ради бога, любой журнал, любая публикация попадает в e-library. Вот. Второй уровень – это ринз. Сюда уже не попадает мусорный журнал. Мы их исключали и будем дальше исключать. И более того, как Павел Геннадьевич сказал, поставлены определенные фильтры на добавление новых журналов. Ведь вы понимаете, да, исключили мы журналы. Но это, с другой стороны, это такая некая борьба с ветряными мельницами. Потому что завтра этот же человек или эта же группа, да, или этот же издатель зарегистрирует еще пяток таких журналов. И тут же они у нас появятся. И он прекрасно насобирает кучу денег, пока мы его не исключим. Надо делать какие-то фильтры на входе. И вот это, собственно говоря, идет речь о том, чтобы как-то пытаться контролировать на входе. Как проконтролировать? Только по рецензиям. Я другого… Понимаете, когда журнал уже, допустим, есть у нас там хотя бы трехлетний массив, мы можем проанализировать. Там статистику, там какую-то бюллетрию, там кто цитирует что. У нас какие-то данные есть. Но три года давать журналу мусорному существованию – это все-таки роскошь. Их надо отсеивать сразу. Вот это, в первую очередь, наши вот такие приоритеты. Теперь, чтобы проиллюстрировать вот это состояние, да, в котором находится наш вот этот публикационный мир, ну, я приведу два кейса. Первый касается, значит, ну, вот, собственно, вы видите здесь название, да, у меня фейковые журналы. Это всем уже знакомо, фейковые конференции. Но появляется, как бы, мир развивается. Все идет, как бы, дальше. Появляются фейковые публикации, фейковые цитирования и даже фейковые авторы. Вот, буквально месяц назад, где-то мы закончили расследование, значит, первого случая. Он касался ситуации, когда людям предлагалось опубликоваться в престижных журналах, зарубежных, входящих в Скопус, там, естественно, либо в Сайенс куда-нибудь. Вот, заплатить деньги, и все замечательно. Очень хорошая реклама. Называлось это, значит, какое-то международное агентство по развитию, там, культуры, науки и что-то там, образования. Вот, компания, там, зарегистрирована на Украине двумя молдавскими девушками. Вот, значит, бизнес поставлен на широкую ногу. Значит, наши, как ни удивительно, колоссальное количество людей на это повелись. Значит, в результате им присылалось в ответ сверстанный выпуск журнала какого-нибудь, Кембридж, там, университет пресс, там, что-нибудь еще. Там все, там, ну, там не только их статьи, там еще статьи других таких же неудачников, да. Значит, в этом выпуске все красиво, картинки, все как будто, но заходишь на сайт этого издательства и этого журнала, такого выпуска там нет. Ну, и на самом деле, если, так уж сказать, опытным взглянуть на оформление этого выпуска, конечно, нормальный бы библиограф сразу понял, что это какая-то халтура. Да, да. Но ученые, они люди доверчивые, вот, они принимают за чистую монету, потом удивлялись. Да, кстати, часть этих журналов попала в Ринц, часть этих выпусков попала даже в Скопус. Потому что тоже есть некая система для, значит, работы с данными Скопусом в организациях и что-то туда умудрились загрузить. И наши библиографы тоже что-то пропустили, потому что, да, проверили, да, выпуск есть, полный текст приложен, вроде все нормально. Вот, теперь мы в результате вынуждены ужесточить требования, и теперь мы каждый раз, если это журнал зарубежный, значит, наши операторы должны полезть на сайт, проверять там наличие этого выпуска, в принципе, он такой есть или нет, и так далее. Вот, но в результате было обманто колоссальное количество людей, то есть они деньги заплатили, но не получили в результате вообще ничего. И если в Молстонном журнале мы удаляли эти статьи из Ринц, мы оставляли в Елайбер, то в данном случае мы эти статьи удаляли, потому что, ну, как бы их не существует в природе. У этого издателя этих выпусков нет, соответственно, их статей тоже. Вот, это первая ситуация, это просто вообще такой, значит, глобальный обман, но он иллюстрирует только одно, что наши ученые и авторы, а некоторые действительно искренне реально вот попались на это, они, может быть, даже неплохие статьи туда писали, надеясь, что у них появится статья в Скопусе действительно, доверчивые, не знают, как отличить, извините, вот, журнал реально или нереально. Вторая история, тоже недавно закончилось целое расследование, на них мы проводили, многие, наверное, видели рекламу, ну, наподобие вот научник, там, научник или научник.орк, там, какие-то сайты, научник.ком, не знаю. Это, значит, компания, которая предлагает цитирование за деньги. Все просто, платите деньги, мы делаем на вас цитирование. Вот мы вам, вы нам ставите, как бы, задачу поднять вам хиш, там, условно, там, на 5 единиц. Вот, зависит от этого вы платите какую-то сумму, чем больше хотите поднять, тем больше платите сумму. А мы организуем, значит, цитирование среди определенного круга ученых, и у вас все будет через, там, некоторое время. Вот, да, мы, как бы, эту сеть все вскрыли. Мы знаем, кто подавал заявки в эту компанию, кто цитировал потом эти публикации, в каких журналах это публиковалось. Но, на самом деле, объемы колоссальные. То есть, вот, чтобы вам представить, ну, это порядка нескольких тысяч человек. Брот Букбайн за последние, там, 2-3 года, которые... В данном случае, это уже, извините, это в явном виде люди идут на фальсификацию, потому что это не... Извините, я не просто, я не думал, что там это меня обманут. Да, я знаю, я хочу, чтобы мне специально сделали на меня ссылки ученые, которые, на самом деле, к этому отношения не имеют. Вот, поэтому это явно люди за пределами какой-то уже научной этики действовали. Вот, и, ну, даже если вы прикинете объем, там, ну, даже если, там, по 10 тысяч, там, по 20 тысяч, скажем, человека взяли, вот, примерно, объем бизнеса, где-то, ну, миллионов 200, наверное, в год люди зарабатывают. Вот так вот. А неплохо, в общем, да, можно себе позволить, там, да, вот, безбедное существование. Но суть не в этом. Значит, нам, конечно, было интересно понять, кто эти люди, что это за... И те, кто цитирует, и те, кто, вот, такие услуги заказывает. Ну, наверное, тут ничего удивительного, когда мы это проанализировали, мы не узнали. Из академии заказчиков нет вообще. Из ведущих университетов, ну, практически тоже нет. Как правило, это региональные вузы. Возникает вопрос. Значит, вот мы с этим боремся. Мы, значит, да, ну, и, кстати, вот, на основе вот этого же анализа, часть журналов мы исключили, вот, в последней порции, часть журналов, исключенных из РИНС, была именно по той причине, что они публиковали массово статьи, в которых были вот эти приписанные цитирования. То есть, конечно, они там делают хитро. Они там, ну, это статья по экономике, там ссылочка идет на экономику, но если человек-эксперт посмотрит, он понимает, что это вообще не в тему к этой статье. Это явно туда приписанные просто вот люди тоже зарабатывают деньги. То есть, другие ученые, которые это цитируют, они в этой сети зарабатывают тоже деньги, значит, опять же, пользуясь вот таким спросом. Как с этим бороться? Ну, на наш взгляд, вот, просто бороться каким-то образом эффективно, ну, я не представляю себе возможности. Ну, какие-то журналы можем исключать, но, понимаете, ну, это будет просто больше маскироваться, больше внимания будут уделять какой-то вот скрытности, незаметности, как-то будут не так явно все это делать, там, не по пять ссылок вставлять в статью, там, по одной, по две. Ну, в общем, цены увеличатся, может быть, только на эти услуги, но реально победить это просто так, ну, я не вижу, честно говоря, такой вот возможности. Поэтому, на наш взгляд, нужно здесь задуматься не о том, как с этим бороться, а о том, за счет чего это вообще возникает. Вот, почему у людей возникает вот эта вот потребность вот идти на явные вот эти махинации. Почему вот существовала Академия наук там сто лет, вот, и люди там публиковались и публикуются до сих пор, и у них не возникает даже в голове такой вот идеи, что нужно пойти куда-то купить ссылки, я не знаю, или там купить авторство в статье в какой-то. Они просто, ну, берут и пишут статьи там. Вот, это означает, что все-таки, значит, вот в институтах, да, той же Академии наук, как бы ее там не ругали, значит, вот сейчас принято ее ругать, вот, сохранилось понятие репутации ученого. То есть реально для ученого это просто, ну, непредставимо для него, как это можно вот этим заниматься, это какой-то бред. В университетах ситуация другая, значит, в результате вот этой реформы, да, когда сделали образование услугой, вот, собственно говоря, стали требовать со всех публикаций, со всех, со всех преподавателей, которые никогда не занимаются исследовательской деятельностью, и более того, она им, в общем-то, и не нужна, особенно если преподавать ли там базовых курсов, не знаю, вот физика там, математика какая-то, она 30 лет не меняется, человек преподает прекрасно, он, может быть, от Бога преподаватель, зачем его заставлять заниматься исследовательской деятельностью, если он никогда этим не занимался и не хочет это делать. То есть мне кажется, нужно смотреть вот именно в этом направлении, нужно делать какую-то дифференциацию по требованиям к преподавателям. Да, я понимаю, что если у тебя специализированный курс, ты уже там на старших, там, не знаю, магистратуре, там, или аспирантов ведешь, да, ты должен быть действующим ученым, или там, инженером, или специалистом в этой области, иначе чему ты научишь, человек, как бы, тут понятно, что должен быть в теме. Но если ты базовый курс, если это студенты, если это, не знаю, ну, зачем? Потому что, конечно же, основная масса вот этих всех нарушений, вот этих всех публикаций в мусорных журналах, вот этих платных цитирований, это несчастные преподаватели, которых заставляют выжимать из себя откуда-то вот эти вот исследовательские статьи. Не думаю, что эта мысль, на самом деле, действительно будет как-то принято нашими, значит, нормативными организациями, да, министерствами или ведомствами, потому что у них немножко другие задачи, они там стремятся, наоборот, максимально поднять часов публикаций, но, на мой взгляд, это то направление, где нужно что-то сделать обязательно, потому что иначе это будет просто продолжаться. Требования по публикационному потоку только ужесточаются, только увеличиваются, это означает, что фейка будет еще больше, с той лишь разницей, что цены тоже на эти услуги будут только расти, но побороть, если есть спрос, всегда будет предложение. Вот ввели, значит, по-моему, в прошлой осенью, что ли, запрет на рекламу написания диссертации за деньги. Ну, я зашел вот на днях в Яндекс. Первые 10 страниц, не первые 10 результатов, первые 10 страниц выдачи результатов по запросу диссертации на заказ, это реклама диссертации на заказ. Без проблем, без всяких, пожалуйста. Точно так же, несмотря на закон о том, что нельзя рекламировать диссертации, там мы можем сделать и то, что нельзя рекламировать цитирование, там и авторство и так далее, все равно это работать не будет. Люди придумают, как это сделать, существуют соцсети, где это замечательно, можно организовать, беспроблемно, никто там ничего не запретит. Вот, то есть пафос моего выступления чисто в том, что, конечно, с этим в любом случае надо бороться. Нельзя это оставлять, но хоть что-то делать надо. Вот, и мы пытаемся это сейчас сделать. Хотя это, конечно, отнимает массу усилий, которые мы могли бы потратить на гораздо более интересные дела. Но надо что-то делать в любом случае. Но при этом надо все-таки как-то продвигать идею о том, что здесь надо какой-то в плане требования публикаций надо какой-то иметь дифференцированный подход. Ну, у меня вот все на этом. Продолжение следует...